Всем привет, на связи IT District и сегодня в сегодняшнем видео мы продолжаем наши уроки про Android разработку и поговорим о таком моменте или о таком функционале при разработке Android приложения, с которым возникают проблемы у многих начинающих разработчиков. Сегодня мы поговорим про такой виджет как Button, то есть кнопка, и его очень важный метод SetOnClickListener, который позволяет производить какие-либо действия с конкретными виджетами. Смотрите, у нас допустим будет кнопка Button, то есть нам нужно создать виджет Button, создаем Button, вводим Button и выбираем, так как у нас AndroidX, мы выбираем AppCompate Button, вот этот виджет, смотрите, значит мы его сделаем во всю ширину, по высоте он по контенту будет, так как он в constraint layout у нас содержится, то мы сделаем его с выравниванием по верху родителя, то есть как самого контейнера, так, и для окончания создания виджета давайте слэш поставим, то есть у нас будет такой односторонний виджет без открывающего и закрывающего тега, а сразу единым тегом мы его сделали. Нам нужно создать индивидуальный идентификатор для этой кнопки, для этого создаем специальный атрибут ID, Android вводим, атрибут ID, вводим собака плюс ID и допустим, ну, назовем Button, просто Button, ID у нас будет Button. Так, это мы сделали, теперь нам нужно что сделать, у кнопки будет текст, текст какой-то на кнопке Android, вводим, создаем атрибут text, вот атрибут text, создаем, ну, вообще нужно делать все текстовые вот эти поля, нужно создавать через ссылки с ресурса, давайте так и сделаем, открываем ресурс, открываем папку value, открываем папку string, и здесь создадим новую, вот так вот, создаем ссылку на ресурс, да, в папке string, и затем здесь, в самом шаблоне, где мы создаем кнопку button, нам нужно установить эту ссылку на этот строковый ресурс. Мы просто вводим button, и вот выходит название строки, которую мы создавали, string button. Теперь нужно определить цвет надписи, цвет надписи у нас будет, создаем атрибут text color, и давайте создадим белый, белый цвет, то есть, надпись будет белого цвета, обращаемся к библиотеке Android, собака Android, и вводим white, вот он color white, также фон у кнопки будет синеватый, то есть, по-моему, там, как цвет акцент у нас в файле color, установлен вот цвет, а вот он, не тот цвет, ну, допустим, 0,2,c254, по-моему, эта маркировка. Вот, вот, маркировку поменял на тот цвет, мне просто нравится этот цвет, я на него маркировку поменял в color, поменял в маркировку ссылки на, ссылка на этот цвет имеет название Color Accent, это шаблонная обязательная ссылка, мы возвращаемся на шаблоны, говорим о том, что обращаемся к библиотеке Android, обращаемся к атрибуту background, который задает цвет фона, и говорим, что цвет будет Color Accent, то есть, вот такой цвет, превью, открываем окно, и видите, вот кнопка создалась, но для более красивости, давайте у сектора Constraint Playout создадим внутренние отступы по 20 dp, ну, примерно, и также у нас будет, кроме этого, той кнопки, у нас также должна быть текстовое поле, и суть в чем будет, что при клике по нашей кнопке мы будем в текстовое поле записывать какую-то информацию, сначала мы запишем с вами текст, то есть, давайте, например, запишем с вами название этой кнопки, которая будет храниться, вот название, которое хранится в атрибуте text, мы запишем в наше текстовое поле, давайте сначала создадим текстовое поле, это TextView, AppCompate TextView я выбираю, также во всю ширину, по контенту, располагаться она у нас будет сразу же после кнопки, поэтому мы указываем, что она располагается после кнопки, также закрываем слэш такой, также одинарный будет тег у нас представлен в виде TextView, ну, и также нам нужно ID-шник прописать, это все я на предыдущих уроках показывал, ну, и ID-шник текст будет, да, допустим, ну, и допустим, давайте сделаем Android, цвет, цвет надписи в этом TextView мы сделаем с вами синеватый, вот это вот ColorAccent, сделаем этот цвет, также Android, сделаем цвет с больших заглавных букв, TextLcaps, выбираем атрибуты, выбираем True, то есть все заглавными буквами, ну, и также давайте Android, сделаем TextTile с жирным шрифтом, TextTile Bold, ну, вот, в принципе, вот так вот, все, у нас здесь теперь все готово, теперь нам нужно создать два объекта, один объект под кнопку, а второй объект под TextView, сначала мы создаем с вами объект для кнопки, пишем well, так как это виджет, мы один раз в него положим какой-то, в один раз свяжем этот объект с XML шаблоном, поэтому мы можем расценивать этот виджет как константу, то есть переменную, которой нужно присвоить значение один раз, well, поэтому мы ставим, допустим, там button, назовем этот объект button, назвали объект button, далее ставим две точки и указываем тип этого объекта, это будет объект app button, вот он, это тип, ставим оператор присваивания, указываем функцию findViewBid, то есть, которая связывает этот объект с XML шаблоном по ID-шнику и указываем ID-шник RID button, вот, теперь точно так же мы создаем TextView, объект под TextView, well, text, AppCompate TextView, findViewBid, RID Text, все связались мы, то есть мы связались через эти ID-шники, посмотрите, ID-шник button text и здесь вот он, button и text ID-шники, мы связались. Теперь нам нужно создать событие клика по кнопке, для этого мы обращаемся к объекту button, button, для того и нам нужно вызвать метод setOnClickListener, который позволяет прослушивать событие клика по кнопке, для этого, для обращения к методу какого-то объекта мы должны поставить точку и вводим setOnClick, и тут два варианта, видите, ну, выбирайте, короче говоря, чтобы не особо не заморачиваться, выбирайте верхний вариант, здесь, в общем, смотрите, button, объект или текстовое поле, или любой другой виджет, он имеет один и тот же вид, вид, вид объекта View, то есть View это вид, то есть все виджеты по факту относятся к категории View. Для применения вызова какого-то события при клике вот по этому конкретному объекту, вы должны указать View, поставить точку и вызвать метод OnClickListener, который прописан для каждого из этих View. То есть по факту по каждому виджету, на каждый виджет можно настроить событие клика, потому что все эти виджеты относятся к категории View, то есть к виду. Но относитесь к View как к какой-то секции абстрактной, ну, в общем, не парьтесь. View.OnClickListener, создается body, то есть создается тело нашего метода, мы можем вот так вот спустить Enter, и здесь нужно уже прописывать любые события, здесь мы можем прописывать любое событие, и событие, которое мы здесь пропишем, запустится сразу после того, как мы кликнем по кнопке button. Но мы захотели с вами записать в наше текстовое поле какую-то информацию, да. Для этого обращаемся к текстовому полю, текст, ставим точку, и мы должны записать какой-то туда текст. Для этого существует такой параметр в Kotlin, в языке Kotlin существует такой параметр, как текст. Можно, конечно, написать setText, но если вы запишите setText, он потом вам все равно порекомендует поменять все на текст. Хотя в языке Java мы бы указывали setText. Давайте мы пишем на Kotlin, и поэтому выбираем текст, ставим оператор присваивания, обращаемся к кнопке. Итак, давайте для начала объясню. Мы должны записать в это текстовое поле надпись на кнопке. Надпись на кнопке установлена атрибутом текст, то есть нам нужно передать параметр текст в виджета button. Для этого обращаемся к виджету button, то есть кнопке к нашей, ставим точку для вызова либо параметра, либо метода, и вызываем параметр text, то есть текстовое поле. Все, пожалуйста. Это все, что нужно было сделать. При клике по кнопке мы с вами в текстовое поле запишем название этой кнопки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как вы видите, все работает. Теперь давайте, например, запишем название поля, текстового поля, а допустим какой-то текст. Теперь давайте мы запишем разный текст. Например, смотрите, если мы пропишем, мы с вами сейчас изучим условных операторов if, else. Например, мы с вами сделаем так, что если кнопка называется button, как у нас здесь button, она называется, то мы записываем ok. Если мы, если кнопка называется не button, то мы записываем с вами какое-нибудь другое слово. Например, exit, да, то есть выход. Смотрите. Для этого нужно нам использовать условных операторов. Условные операторы, это вот я сейчас все удалю, это if, else. Как ими пользоваться? Смотрите, if обозначается как если, else, иначе. Также есть, вводим if, он под ска выводит вам if, вы кликайте табуляцию, формируются такие скобки. Мы говорим, что если button.text, то есть параметр текст этой кнопки, ставим 2. Теперь, при внимании, мы ставим не одно равно, а два знака равно. Чем они отличаются? Один знак равно присваивает определенное значение. Ну, это как бы оператор присваивания, как мы с вами ранее разбирали. А два знака равно обозначает равенство. То есть, если мы говорим, что button.text, если он равен, допустим, названию, если название нашей кнопки равно названию button, то, если, например, смотрите, если у вас несколько параметров, которые должны происходить при запуске этого условия, то вы ставите тело функции, то есть, такие вот фигурные скобки, открывающие, закрывающие, тут все прописываете. У нас будет одно условие выполняться, поэтому, то есть, одна строка кода выполняться, поэтому мы тело условия можем не создавать. Мы просто с вами записываем тогда текстовое поле, то есть, текст, точка, значит, атрибут текст этого текстового поля будет равняться, допустим, окей. Мы записывать будем окей в текстовое поле. Если, допустим, далее, теперь мы должны предусмотреть следующее развитие событий. Нажимаем Enter, спускаемся вниз и говорим, что теперь мы предусматриваем следующее условие. Мы говорим, что если текстовое поле кнопки имеет значение button2, тогда текстовое поле текстового нашего виджета имеет, допустим, значение не окей, допустим, а нул, типа пустота. Так, и предусматриваем все другие условия, допустим, если не окей и не нул, имеет какое-то другое значение для того, чтобы предусмотреть любое другое развитие событий, кроме двух вот этих первых указанных, используется обычный оператор else. Здесь мы просто ставим else. Условия в скобках уже перечислять не надо, просто мы напишем, что тогда текстовое поле текст нашего text.you будет принимать в себя значение exit. вот так. Видите, он выдает мне такую негрубую ошибку нарушения синтаксиса. И вот видите, он выдает нам ошибку синтаксиса. То есть он нам показывает, что можно, кроме этих операторов, более рационально использовать оператор when. Условно оператор when. О нем мы поговорим на следующем уроке, на следующем видео. Я просто хотел вам показать, как используется, как возможно использовать оператор if-else. Но я так полагаю, что when он предлагает использовать, так как мы, видите, тут как бы определяем несколько условий. Если бы у нас, допустим, было только if и else, не было else-if, то, скорее всего, он бы, как бы, компилятор нам бы не предлагал when. Давайте закомментируем, два слэша поставим. Видите, он сразу убрал, убрал то, что это не сильно строгое нарушение синтаксиса, так как у нас только два условия, if и else. И в этом случае целесообразно использовать этот if-else. Если у нас, допустим, несколько, то проще пройтись по значениям через when. Но все-таки давайте вернем, как у нас было. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Так как у нас открыто, у нас название у кнопки button, то, скорее всего, в text запишется поле ok. В text у нас запишется ok. Давайте посмотрим, что у нас из этого всего получилось. Но, как вы видите, все работает. На следующем уроке мы с вами поговорим о таком операторе, как when. Покажу вам, я вам покажу, как он работает. Причем мы его будем использовать в связке с ситуацией, когда у вас в одном активе имеется, допустим, три кнопки и одно текстовое поле. И нужно в текстовое поле записать конкретную информацию в зависимости от того, по какой кнопке вы кликнули. Об этом мы поговорим на следующем уроке. На связи был IT-District. Всем пока.